11 лет назад Российский футбольный союз учредил национальную студенческую лигу. В ней соревнуются клубы высших учебных заведений страны. Новый сезон будет необычным. Впервые конкуренцию вузам составит технику. Команде ГМТ всего год, но она уже отметилась яркими выступлениями на турнирах. Сейчас ребята активно готовятся. На одной из тренировок побывала Сабина Гатагова. По эмоциям главного тренера понятно, как важна каждая тренировка. Команда ГМТ вышла на новый уровень. В высшем дивизионе национальной студенческой лиги нет слабых соперников. И чтобы конкурировать и побеждать, нужно выкладываться по полной. В ребятах своих уверен. Каждый тренируется из них, выкладывается на все 200%. И в принципе думаю, что мы сможем. Здесь дают возможность раскрыть спортивный потенциал. Из запасных юноша может перейти в основной состав, если есть желание и рвение. Такими качествами обладает Ацамас Калоев. Мы набираем обороты, да, мы очень сильно выросли. Я считаю, с начала года мы очень набрали. Сейчас мы в НСФЛ, точнее в национальной студенческой лиге. И мы подготовимся туда. Я считаю, что есть шанс. Команде всего год она уже ярко проявила себя на Кубке Леонида Саблина, чемпионате республики и студенческих играх. По этим играм нам понравился президент национальной студенческой футбольной лиги Стукалов Андрей Николаевич. Был здесь на турнире Владикавказа, на турнире. И он нам дал добро, что мы в этом году играли в национальной студенческой футбольной лиге. В национальной студенческой лиге выступают команды только из высших учебных заведений. Впервые исключением станет коллектив ГМТ. Как говорят сами футболисты, это одновременно и честь, и ответственность. Пусть они и новички, но в своих силах не сомневаются. Сабина Гатагова, Александр Каджаев. Новости Осетии.